Аллея трудовой славы на проспекте юных пионеров является одним из самых значимых монументов, посвященных Великой Отечественной войне. Прогулочная зона с памятниками предприятиям, которые работали в военные годы, и стеллой, посвященной присвоению города почетного звания «Город трудовой доблести», украшена клумбами с различными рисунками из высаженных цветов. Общая их площадь более тысячи квадратных метров. Цветы мы использовали, тагетисы использовали, сальвию, и резини, цинерария, петуни, катарантусов в этом году очень много достаточно. Также мы используем и в настоящее время много виолы, хотя мы раньше от нее отходили, но в этом году она достаточно хорошо себя чувствует, ведет, и мы ее тоже используем. Чтобы аллея имела праздничный вид уже ко дню труда и ко дню победы, еще ранней весной специалисты спецремстрой зеленхоза в рамках реализации муниципальной программы «Цветущий город» подготовили необходимую рассаду в теплицах и приступили к цветочному и ландшафтному озеленению. В последнее время приоритетным является высадка именно уже горшечных растений, которые уже сформированы, имеют цветоносы. Они в отдельных специализированных контейнерах или горшочках, и именно высадка таких растений позволяет сразу создать клумбу в том виде, в котором она задумана. Всего в Самаре в этом году общая площадь цветников составила 38 тысяч квадратных метров. Это и клумбы, и зоны вдоль дорог и тротуаров, и вертикальные конструкции, которые обычно располагаются у памятных мест. Специалисты ухаживают за цветами весь сезон, вплоть до уступления осенних холодов. Поливают и пропалывают. Также убирают из клумб отсветшие растения и высаживают новые, чтобы цветник на протяжении всего сезона выглядел эстетично. Эту работу самарцы замечают. Сажают, клумбы делают. Ну, видно, что работают. Классно, красиво, чисто. Чтобы город и дальше оставался цветным, ухоженным и аккуратным, специалисты муниципального предприятия «Спецремстрой Зеленхоз» просят жителей Самары относиться к высаженным растениям с уважением. Тогда большинство цветов смогут украшать город до поздней осени. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События.